В этом видео мы научимся регулировать самый важный параметр в швейной машине. Это взаимодействие иглы с носиком чумлока. Для начала снимем все ненужные детали. Это лапку. Снимаем пластину одну. Игольчатую пластину снимаем также. Приподнимите максимальную иголку и удалите игольную пластину. Опуская иглу вниз, мы видим, что в один из моментов носик чумлока подходит плотно к игле. Именно в этот момент происходит снятие верхней нитки с иглы. И от того, насколько правильно выстроен зазор между иглой и носиком чумлока, зависит качество строчки, в том числе пропуски и так далее. Чтобы легче было понять и регулировать зазор между иглой и носиком чумлока, вот эту зубчатую рейку можно снять. Вот сняли рейку, уберем ее в сторону. Теперь у нас хороший доступ к чумлоку, и мы будем видеть, как взаимодействует носик чумлока с иглой. Смотрите, вот я делаю оборот. У этой машины делается один оборот. Если вы возьмете лупу и присмотритесь, то вы увидите, что носик чумлока проходит выше верхней грани ушка иглы примерно на 1 мм. В зависимости от того, какая ткань, это расстояние может быть другим. При пошиве толстых тканей он должен проходить примерно 1,5 мм. Зазор между носиком чумлока и специальным спилом на игле должен быть минимальным – 0,15 мм. Выставить его на глаз практически невозможно, поэтому делайте минимальный зазор, но учитывая, чтобы при шитье носик чумлока не касался иглы. Посмотрим, каким образом можно отрегулировать это положение и какие параметры. Начинать нужно с того, что иглу нужно опустить в крайнее нижнее положение. Проверните так, чтобы она встала в самое нижнее положение. Из нижнего положения она начинает движение вверх примерно на расстоянии 1,8 мм. Вот в этот момент носик чумлока должен подойти к игле. Именно в этот момент и нужно регулировать расстояние между верхней гранью ушка иглы и носиком чумлока. Регулируется оно, например, у этой машины с помощью вот этих винтов. Ослабляйте винты 1, 2 и шпульный копачок можно двигать вправо, влево, вперед, назад. Таким образом вы сможете отрегулировать не только высоту прохождения носика чумлока над ушком иглы, но и плотность прохождения носика по отношению к игле. Но вы должны знать, что главный параметр, с которого нужно начинать регулировку, это крайнее нижнее положение иглы. Для этого вам нужно снять фронтальную крышку. У этой машины снять фронтальную крышку очень просто. Для этого нужно открутить три винта и будет доступ к игловодителю. В других шейных машин конструкция может быть иной. Но принцип регулировки игловодителя у всех машин одинаковый. Вот посмотрите, вот это крепление отвечает за положение игловодителя. Если ослабить этот винт, игловодитель можно опустить ниже-выше. И если вам потребуется регулировать крайнее нижнее положение иглы, делать это нужно с помощью вот этого крепления. Практически у всех машин, прямострочных, старых моделей, новых моделей, принцип регулирования положения носика чумлока по отношению к игле одинаковый. Поэтому, несмотря на то, что это промышленная машина, эти советы пригодятся и для обычных бытовых машин.